Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у нас продолжение рубрики о находках удивительных и древних вещей во время наших экспедиций. Для тех, кто еще не подписан на наш канал, присоединяйтесь, подписывайтесь. Это очень поможет выходу новых сюжетов и вообще продвижению канала. А говорить мы будем с вами об уникальных мавзолеях в некрополе города Иерополис. Это один из самых крупных некрополей в Малой Азии, открытый, в который может попасть буквально каждый и своими глазами все посмотреть. Но мы вам все расскажем и покажем, и своими глазами сегодня посмотрим два уникальных объекта. Поэтому мы начинаем, поехали! Иерополис, известный в античности своими святилищами, по официальным данным был основан около II века до н.э. На месте какого-то еще более древнего обиталища богов, что также упоминалось в источниках. Сегодня он очень популярен у туристов, но в основном они посещают часть, где расположены горячие источники и восстановленный римский театр. Мы же, как всегда, ищем все необычно и стараемся не ходить популярными маршрутами. Этот город завораживает. Проходя по его тысячелетним тропам и правда, чувствуешь себя в мистическом квесте, как будто ты и вправду попал в прошлое. Но мы уже давно не просто туристы и смотрим пристальнее, изучаем и ищем. Один из объектов, на который мы обратили внимание, крупный и совершенно целый мавзолей, будто вчера построенный великими зодчими. Здесь есть разные совершенно уникальные склепы и гробницы. Вот, в частности, этот большой склеп, он его относит ко II веку до нашей эры. Очень странные вещи. У него наверху, судя по всему, сломанный мраморный саркофаг. И подобных вещей здесь не так уж и много. Мы сейчас посмотрим, что там внутри. Я вижу следы очень хорошей обработки. Очень странный вот эти вот рельефы. Такое ощущение, что это какая-то вот тройчатка механическая здесь шла. Все очень аккуратно сделано, монументально. Везде, я уверен, здесь мы замеряли и уровень до сих пор соответствует нулю, хотя уже прошло несколько тысяч лет. Обратите внимание. Внутри все выполнено очень просто, но тоже блоки, вот на которых, видимо, тела располагались, блоки весом несколько сот килограмм. Я думаю, даже может быть полторы-две тонны. Сейчас я подробнее покажу внутри. Смотрим, что тут внутри. Пусть нас простят, что мы беспокоим духи предков. Здесь тоже монументальные потолки, плиты. Вот здесь все выполнено. Все достаточно просто, без какой-то обработки такой. Вот, и я говорил о том, что о многих таких склепах есть непонятные дыры в полу. Они оформлены вот так вот, таким обычным четырехугольником. Вернее, квадратного такого типа. И там, судя по всему, есть какие-то подземелья, но предназначение их пока выяснить мне не удается. Кстати, так как я сам сначала немного запутался, давайте подробнее разберемся в понятии мавзолей и его отличия от гробниц и склепов, особенно в Малой Азии. Вообще, мавзолей – это архитектурное сооружение, созданное для усопших и в большей части случаев возвышается над землей. Его основной характеристикой является то, что это не просто место захоронения, а еще и памятник усопшим, имеющим культурную и социальную значимость. Мавзолей могут иметь разнообразные формы, от классических пирамидальных до уникальных стилей, сочетающих в себе разные культуры. В Малой Азии мы в основном видим именно такие мавзолеи. Гробницы же – это в основном простые сооружения, предназначенные для, так сказать, упаковывания почивших лиц, и сооружение не имеет архитектурной значимости. В аэрополисе, который мы сегодня осматриваем, можно увидеть элементы древнегреческой, римской, христианской и исламской архитектуры. Кстати, изучая источники по архитектуре Малой Азии, я получил подтверждение тому, что следующий мавзолей, который я уже снимал практически на бегу, скорее всего, имеет большую часть, укрытую под землей. И сейчас я вам его покажу. Крупным планом, широкоформатный этот мавзолей, мавзолей-философа так называемый. Вот, показываю вам засып, в котором он находится. Ящерицы он ползут. И вы можете своими глазами посмотреть, что это за сооружение еще раз. Вот. Скорее всего, это верхушка, и под ним, как говорят здесь, ну, по крайней мере, археологи. Вот я консультировался, два человека, они предполагают, что вот там находится нечто вроде пирамиды. Суть здесь в том, что по добытым мной архитектурным схемам на примере других мавзолеев, можно смело утверждать, что огромная его часть скрыта под землей. Посмотрите на схему такого мавзолея. Мы с вами, по сути, видим только вот эту верхушку, которую частично откопали археологи. А все остальное находится под слоем огромного заноса, о котором мы с вами постоянно говорим. Раскопки, к сожалению, пока приостановлены. А вот, кстати, надписи, о которых меня спрашивали люди про этого философа. Вот, специально для... Прочитать там сейчас точно не получится. Но, тем не менее, вот. Интереснейшее место, интереснейшее... Вот, сам бы так взял лопату и начал копать здесь, откровенно говоря. Так что мавзолей философа еще раз для наших зрителей мы осветили. Как я и обещал в начале выпуска, сегодня я показал лишь пару объектов мавзолейного типа из города Иерополис. Я уже готовлю для зрителей еще один сюжет об осколках гигантского саркофага, а также об удивительных курганных мавзолеях, которые нам тоже удалось здесь найти. Так что следите за выпусками, подписывайтесь и оставайтесь с нашим каналом. Субтитры создавал DimaTorzok